В прошлом видео мы узнали откуда взялась вот эта вот сигма, все вот эти вот дела, если что, в подсказочке, да, будет находиться это видео, можете посмотреть перед этим тестом. А сегодня мы узнаем, сигма ли я, а? Или не сигма, или бета, альфа, кто? Кто я такой, блин? Кто я в этой общественной, социальной, ээээ, ааа, кто, блин? Пальцы грузим и поехали. Этот тест предоставляет информацию о трилогии мужской социальной иерархии, которая стала популярна в интернет-культуре. Несмотря на свою популярность, эта типология использует архетипы и стереотипы, и может подходить не всем. Также обратите ваше внимание, что не все архетипы в системе являются лесными. А, лесными. Если что, ссылка на тест находится в описании, можете проходить его параллельно со мной, а потом результат скиньте в комментарии. Интересно получится. Если что-то, что я сказал, было теоретически правильным, но это не сработало на практике, это не моя вина. Да, блядь, опять думать. Ща подумаю. Что-то говорю теоретически правильно, но это не сработало на практике. Но это правильно или просто не сработало, но на другой практике сработает? Сложный вопрос. Теоретически я придумал все правильно. Эти криворукие не смогли на практике ничего сделать. То это моя вина. Нет. Я кажусь застенчивым и сдержанным, но внутри я очень эмоциональный человек. Ну да, наверное. Но внутри я очень эмоциональный человек. Та середина от ситуации. Я щедро награжаю людей, если они делают то, что я говорю! Ну, наверное, не могу оценить. Надо у них спросить. И кто это такие? Ну, пусть же так будет. Я соблюдаю только те законы и правила, которые кажутся мне благоразумными. Ну, я мало чего соблюдаю. Вообще ничего не соблюдаю. Я дома сижу. Да. Соглашаюсь. Да. Я нередко применяю неискреннюю лесть, чтобы сгладить ситуацию. И это часто помогает мне добиться своего. Не, хуйня какая-то. Обращать внимание на радикальные или странные идеи. Как правило, пустая трата времени. Радикальные или странные идеи. Эх, радикальные. Обращать внимание. Нет, там пиздатых идей. Чем идея страннее, тем она бывает прикольнее. Не соглашаюсь. Если бы у нас с другом была совместная машина, и я узнал, что этот друг сильно... Не, ну не на столько, сколько я нажал. А назад работает вот на 100. Если бы у нас с другом была совместная машина, и я узнал, что этот друг сильно меня предал, я мог бы задуматься о том, чтобы разбить машину. Задуматься? Конечно. Делать? Нет. Задуматься? Изи. Я делаю много одолжений для людей, не получая ничего взамен. Ничего я не делаю, хуняка это. Помогаете другим, это уже само по себе награда. Ну, по факту. Но не на все. Типа, хули, не на все. Ну, правда. А, я очень требователен к моим близким. Не, похуй, ну так. Че-то, может, потребую, а потом буду думать, нахуй я потребовал, пусть все своей жизнью живут. А раз могу допустить чуть-чуть такое, но потом понять, что это неправильно, значит, пусть не до конца. Наличие долгов не беспокоит меня до тех пор, пока я не могу найти... У меня не бывает долгов. Да, похуй, у меня не бывает долгов. Я предпочитаю теорию и абстракции, ну, нормальных каких-то долгов. Ну, какие-то хуёвые, может, бывают, хуй знает, но мне похуй, а не хуёвые. Ну, сигну забыл там. Ну, это я потом отдаю. Ну, как-то похуй мне, я забываю, я не думаю об этом. Я поэтому сигны больше и не делаю. Я предпочитаю теорию и абстракции и могу показаться отстраненным человеком. Что противовес теории и абстракции? Что это, о чём речь? Типа в мозгах больше работать. Я предпочитаю теорию и абстракции и могу показаться отстраненным человеком. Но я люблю отстраненный. Я отстраненный, много думаю, но не знаю, что там за теории. Ладно, соглашаюсь. Я думаю много, вот так и пусть всё станет. Если я выступаю против избрания какого-то политика, я буду рад его поражению, даже если его неудача навредит моей общине. Я не был в такой ситуации, у меня такое невозможно. Что это за вопрос? Я всегда голосую против и всегда я лох, так что... Так что, чё я, блин? Я всегда против голосую. А толку от этого никакого. Поэтому не знаю, чё бы я чувствовал. Но я буду рад поражению его, если... Да потому что заебал. Даже если его неудача навредит моей общине. Но тут я чуть-чуть обижусь. Ну пусть середина будет. Я себя средне чувствую, как-то в замешательстве, не точно. Иногда я трачу больше времени на усовершенствование определений, концепций или техник. Какая-то залупа. Как-то слишком уж серьёзно, как будто учёному что-то спросили. Сложный. Середину оставлю. Я часто с головой бросаюсь в новые проекты. Несмотря на то, что ещё не за кое-то вообще, да. Я, когда случается что-то непредвиденное, я быстро нахожу решение. Эээ, так. Ну да. Ну день, это быстро. Ну я сгораю в очко. Депрессия. Жизнь дерьмо. Там думаешь, сука, ну и кал, как жить вообще? Я потом просто щёлк и всё. И за секунду такой, всё, делаем тогда вот так. Просто кажется, что долго из-за мучений. А на самом деле быстро. У меня позитивное отношение к самому себе. Да. Нет. Да. Вот так. Ну как? Ну когда... Смотря чем я занят, блядь. И в каком настроении нахожусь. В плохом, значит, вот так. В хорошем, значит, вот сейчас. Вот так. Ну и я, в принципе, доволен собой. Я часто, если так, не думать ни о чём. Только о том, доволен ли я собой, то доволен. Я часто успокаиваю других людей, когда они находятся в стрессовом состоянии, предлагаю им различные решения. Это вообще, да, это я люблю. Я не вижу чётко своего будущего. Это такое. Вроде чё-то такое. Ну да, хуйня какая-то. Живу, ебать, и живу. Но как будто уже хочется видеть. Как будто я уже иду к тому, чтобы видеть чётко своё будущее. Середина будет. Для меня важно, чтобы меня всегда восприняли лидером. Не задумываюсь я. Типа не говном хочется быть. И не хочется быть не лидером. И лидером не хочется. Середина, значит. Хочется быть нормальным, ровным. Таким средним звеном. Вот так вот, заебись. Все наравне, чтобы. Я готов пойти на большой риск ради больших успехов. Ну, погорю, подумаю, понервничаю и захочу. Но не сразу. Но это надо время на это. Вот сейчас Эквадор, например, хотим. Всё делаем для этого. Риск пиздец. Можно бомжом остаться. Вообще, ну просто, супер бичом. Сдохнуть можно. Я амбициозен и всегда стремлюсь к победе. Это да. Я часто нуждаюсь в поддержке со стороны других людей. Ну, когда я один сижу, мне вообще ничего не надо. Похуй мне. Когда я не один, тогда мне как будто приятно, если меня поддержат. Вот тоже непонятно. Ну, не настолько приятно. И не настолько. Вот тут где-то. Поэтому середина будет. Иногда я требую за свою работу больше, чем обычно. Если знаю, что работодатель находится в затруднительном положении, или у него нет другой альтернативы. Эээ, не. Не, ну смотря чё, опять же. Если я на работе, на заводе, пошёл ты нахуй, плати мне больше. А если так, чисто по договорённости с кем-то чё-то мутим. Тогда всё допиздеться можно. И не обязательно много платить. Я бы украл миллион долларов, если бы знал, что вероятность, что меня не поймают 99%. Ну, ясен хуй. Я вс... Нет, один, сука, несчастливый. Вот так. Я всегда даю отпор, когда кто-то проявляет ко мне неуважение. Ну, я такой, типа, слышь, иди нахуй. Вчера у меня так было. Знакомого с Волгодонска нахуй послал. Эээ, просто за секунду у меня это произошло. Я так не делаю. Я так не делал миллиард лет. И вчера я просто сижу, сижу, читаю вот это. Читаю, пишу, иди нахуй, всё заебал. Вот так прям написал. Думаю, всё, реально, блядь, пиздец. Эээ, хотя похуй, с другой стороны. Ну, меня выбесило. Я всегда даю отпор, когда кто-то проявляет ко мне неуважение. Ну, наверное, вот не на максимум. Ну, так, типа, побурлю, побурчу, там. Не, если уже всё ситуация, то точно даю отпор. Если уже прям, ну, такая, вот такая, притёртая, то это 100%. Я бы принял удар, если бы это означало, что кто-то, кто мне не нравится, получит два удара. Я бы принял удар, если бы это означало... Короче, пиздани меня, и я тебя два раза пиздану. Хуйня полная, делать мне нехуй. Я часто прощаю тех, кто меня обидел, даже если они этого не заслуживают. И я часто прощаю тех, кто меня обидел, даже если они этого не заслуживают. А, я вообще, кстати, зло долго не держу. Я могу сгореть резко в моменте, если что-то там на меня гонят. А потом мне похуй всю жизнь. Ну, так что так вот, наверное, сделаю. Ну, я не так, потому что я иногда могу вспомнить, за что я злился. И ещё секунд 10 позлиться, и опять похуй мне. Поэтому соглашаюсь. Чуть бывает воспоминания, позлишься опять 5 секунд, а потом думаешь, да, наоборот, кайф. Пусть... Ну, есть один только человек, которому желаю всего хуёвого. Я лично... Вот такой я. Ну, за 30 лет один лишь такой человек. Я считаю, я успешно жизнь прожил. Я легко начинаю беспокоиться. О, это я. Я нелегко поддаюсь панике. О, это не я. Так. Я люблю всевозможные соревнования. Ну, ладно. Я люблю всевозможные соревнования и всегда стремлюсь к победе. Люблю, но вообще не стремлюсь. Ну, середина пусть тогда. Мне лишь бы приколюха была. Так. Сигма, ебать, вот столько я. Я вот... Я Сигма! Я СИГМА! Я не знаю, хорошо ли это плохо. Я Альфа, вот столько. Бета, вот столько. Дельта, дельта, что это? По-моему, вот эта мышца. Гамма. Кто такой Омега? Я не Омега. Вы больше всего похожи на Сигма-самца. В социальной иерархии мужчин 87%. Сигма-самцы! Это одинокие волки в социальной иерархии мужчин. Это мужчины, которые решили жить вне иерархии. Блядь, это вообще я нахуй. Вообще, ребят, чисто как будто с меня списали. А в самом деле, Сигмы часто отвергают многие нормы, когда ожидает от них общество. Они отказываются от преимуществ мужской иерархии в обмен на свободу, которую они получают, следуя собственному пути. Поэтому и в машине жена сидит за рулем, а не я, ребят. Потому что я настоящий Сигма, блядь. Мне похуй, я не люблю водить машину. С Сигмами бывает трудно договориться. И по этой причине Альфа-самцы обычно им не доверяют. Бета-самцы чувствуют, что Сигмы, хотя и компетентные, не заинтересованы в лидерстве и поэтому игнорируют их. С другой стороны, женщины часто находят независимость и отстраненность Сигм привлекательными. Поэтому Сигмы, скорее всего, будут хорошо ладить с противоположным полом. Сигм часто романтизируют в интернет-культуре. Однако отказ от социального порядка часто является рискованной игрой, которая не гарантирует успеха. Однако нельзя отрицать, что если Сигме все-таки удастся добиться успеха, его образ жизни, как правило, сопровождается определенным шармом и загадочностью. Преимущественно Сигма-сам... Преимущество Сигма-самцов... Видели, как я сел сразу, бля? Чисто, бля, Сигма. Недостатки Сигма-самцов. Одиночество. Отсутствие поддержки в случае неудачи. Независимость от социальных обязательств. Свободный образ жизни. Надо еще вот так сделать. Блядь, сука, кринж. Зря я это сделал. Спасибо за просмотр. Ставь обязательно большой палец. Вверх подписывайся на канал. Колокольчик прожимай. Включай все уведомления. Реально не поленись. Прожми в телегу. И на Бусти подписывайся тоже. Все ссылочки в описании. На Бусти еще и эксклюзивные видео выходят. С тобой был Жим. До встречи.